я научился дрожить отношениями потому что были у нас потери к сожалению или чертами не подорвался или вот прапорщик у нас был витек жил в чечне и был просто подокарщиком стоял на воротах образование средне техническое вот звезд неба не хватал было не семья жила когда стало особенно опасно то было принято решение руководством управления членов семей обустроить здание управления там вторая половина здания была желая отремонтировали стены были очень толстые но и мне хотелось уходить на 60 сиженных мест они жили там поколениями вот и ночью когда он дежурил в него вырезал родители зарезали и когда он пришел домой он увидел что что произошло взял две ганаты ргдшки он примерно за кто это сделал он вообще без оружия пошел тук с одними гранатами что-то отомстить вот и прям подошел к ним близко и вместе с собой их подорвал вот это подвиг это такой вот поступок хотя мы никто не думал что на такое способен второй случай был когда сидела дня выходной день тоже к одну из наших прапорщиков пришли бандиты вот и под угрозой оружия сказали пошли в дом покажешь нам что те где лежит если драгоценности так далее в доме не было жена и сын маленький вот он прекрасно понимал что угроза его семье существует хотя может быть они семью не трогали для не было интереса они прекрасно знаю где он служит но сказал у меня все закупано в сарае и повел в сарай проходили не мимо окон кухни и жена увидела что ведут под автоматами он прекрасно понимал что он уводит их от семьи жена поняла за ребенка через окно выпрыгнул выбежал на улицу через огороды и в управление побежала мы его потом нашли ну естественно когда он увидел что жена с ребенком убежали вот он вступил с ними рукопашку ну естественно он погиб после силы были неравны но он совершил подвиг ради своей семьи вот этот парень который мы раньше знали там смеялся может он там не шибко был и образован он знал свое дело он был самобытым нормальным пацаном и потом когда ему его хоронили вот вот вчера мы с ним разговаривали шутили кушали он хорошо кушать готовил душа компании был а сегодня он лежит бездыханный и лосья на мысль о том что вспомнишь там санец сани нету муж как никогда не будет вот первый раз столкнулся с тем что мы не вечно этой земле и дорогого близкого человека можно потерять в 1 в один миг и потом его не возвратить остаться только память его дел вот фотографии останутся и все и так их не хватает я столкнулся впервые в жизни то что нужно любить людей нужно их беречь потому что в один прекрасный момент мы можем их потерять потерять научился беречь людей потому что тяжело терять к сожалению жизнь наша состоит из потерь и мы к этому должны быть готовы и с этим тяжело смириться до сих пор уходят люди уходят близкие невозможно смириться с этим вот научился беречь и каждый миг который с ними провожу я стараюсь питать ценить и сделать для этого человека что-то доброе полезное чтобы порадовать его чтобы вместе с ним что-то сделать осознавая то что в любой момент мы его можем потерять